ну что ребята теперь самое интересное сколько же у нас заработал джак за наш тест-драйв давайте поехали мы открываем нашу программку gps которая была подключена к нашему джак вот посмотрите он нас где побывал за этот период ездил у нас 25 марта по 3 мая вот накатал 15 220 километров побывал по всей центральной части россии так скажем вот давайте посчитаем сколько у нас заработал вот опять наша табличка любимая по джаку то есть наша поездка началась 29 апреля мы поехали нижний новгород москва поставки 9000 рублей с москвы мы поехали на екатеринбург поставки 58 тысяч рублей с екатеринбурга на волоку мы поехали обратку взяли 32 тысячи рублей это мы ехали все без режима напомню нас и риф стоял с плюсом и с минусом далее с волоком и москву мы поехали за 13 тысяч рублей там у нас был небольшой так скажем температурный режим далее с москвы мы опять поехали на екатеринбург поставки 55 тысяч рублей с екатеринбурга у нас был рейс через киров тулу с режимом по 38 тысяч рублей далее мы с москвы поехали на самару 32 тысячи рублей и самара мы поехали на саранск 14 тысяч рублей ввиду того что выгрузили саранский выходные поехали пустыми в москву с москвы нас уже ждала погрузка перим ижевск за 50000 рублей везли там с режимом какие-то продукты питания с ижевска мы ушли в москву за 20000 рублей выгрузились 3 числа москве благополучно сдали машину и того ребятки у нас машина заработал по ставкам наездил на 321 тысячи рублей пробег составил 15200 километров 34 34 суток мы провели так скажем в дороге по отсюда у нас суточные 500 рублей 17000 расходы на суточные плюс там расходы у нас были на стоянку на какие-то там незамерзайки ну вот такие мелочи расходы на 6000 рублей по топливу по топливу нас вообще дела очень хорошо на этой машине продвигаются на топливу мы потратили за этот рейс сто шесть тысяч рублей того мы израсходовали две с половиной тысячи литров солярки то есть мы берем две с половиной тысячи умножаем на 100 и делим на наш пробег получается что у нас расход средний ну на джаке составил за этот период 16 и 4 литра ребята при том что у нас водителя был без автономки соответственно ночью машина тарабанила и он соответственно грелся от двигателя вот если бы мы еще поставили автономку нас расход я думаю был 15 половиной 16 литров 100 километров отсюда у нас зарплата водителя нас 3 рубля километра получается 14600 рублей и того у нас ребята расходы за перевозку сто семьдесят четыре тысяч шестьсот получилось что у нас прибыль машины зависит период ну примерно месяц у нас получилось из 7 дней составил 146 тысяч 400 рублей неплохо неплохо конечно такая прибыль она получилась в связи с тем что на данной машине очень как бы хороший приемлемый расход можно сказать даже он маленький до 16 половиной тоже конкуренты там то же самое мои фотоны газон и такие же допустим машины примерной комплектации в них расход начинается с 20 литров соответственно если бы у нас был на этом месте газон фотон либо еще какой-то аналог мы конечно получили другую сумму то есть на этой машине только по экономии только из того что она так мало расходует топлива мы сэкономили примерно 500 литров солярки солярочка мы сейчас по 40 рублей получается что мы сэкономили только на солярки 20 тысяч рублей на точнее нам машина принесла благодаря тому что не такой маленький расход вот ребята кто разбирается перевозках конечно все я думаю более-менее кто-то хоть понимает увидеть что это как бы нормальной стандартной ставки не какие-то завышенные непридуманные в принципе большинство таких погрузок мы взяли с того же самого ати вот ну что-то нам конечно давали свои клиенты вот но в основном это все погрузки атиш так как у нас машины тем более с рефами мало так скажем используется да вы видите что с режимом мы ездили всего лишь за этот период так скажем три или четыре раза да то есть в основном мы эксплуатирую эту машину как фургон и возили не скажу 4 тонны четыре с половиной пять тонн машины едет вообще без проблем то есть мы машину использовали по полной программе наша задача была как говорится укатать и показать что она может себя выдаст конечно же вы скажете владимир 146 тысяч рублей конечно это же не чистая прибыль так как тебе машину то дали бесплатно если бы ты платил лизинг за нее машину сколько бы ты заработал ребят все правильно не вопрос заходим на сайт любой лизинговой компании там вот есть лизинговый инкулятор и примерно считаем вот стоя допустим а стоимость у нас такой машины но если на ней будет фургон ну два миллиона два миллиона пятьдесят тысяч да допустим так берем среднем на 36 месяцев на три года величина аванс у нас допустим 24 процента 500 тысяч то есть и того у нас получает что на три года ежемесячный платеж на эту машину составил бы 61 1869 рублей ну бог с ними 62 давайте напишем допустим 62000 у нас лизинговый платеж и того мы берем нашу прибыль вычитаем из нее лизинговый платеж получаемся если бы у нас машина была в лизинге и работала бы так скажем на нас находясь в лизинге на бы на заработал восемьдесят четыре тысячи четыреста рублей в принципе это хорошая такая прибыль для этой машины напомню нас 10 полетник был он совершенно как бы не очень стандартный вот и по высоте и так говорится по габаритам но зато грузоподъемность хорошие вот на чем мы соответственно и выбрали ребята для обращусь до тех кто там не пишет комментариях да лучше там что там рекламируйте свой китай взяли бы топком европейцы японца там ну или корейца давайте хорошо представим что у нас на этом месте будет не джак с его стоимость 2 миллиона в нем каком-то isuzu hyundai и так далее заходим в тот же лизинг инкулятор цена таких машин начинается уже до от трех с половиной миллионов рублей до соответственно у нас и аванс извиняюсь два раза 836 тысяч и ежемесячный платеж 105 тысяч рублей до соответственно тогда вот тут ставим не 62 тысячи рублей а вот мы зато ездим на хорошей дорогой машине и ставим 105 тысяч рублей и получает что машина даже при таком хорошем рейсе при таком хорошем месяце всего лишь чистой прибыли составил 40 тысяч рублей ребята я вам скажу по секрету что при такой прибыли у вас не каждый месяц может быть таким выдаваться вы просто как скажем уйдете в офигительный минус вот адекватная цена этого лизингового платежа то есть стоимость лизингового платежа когда можно еще что-то хоть оставлять над его на каску на кредит и так далее ну там на прочие расходы в непредвиденные резины должна примерно 60 70 тысяч тогда вы хоть что-то будете заработать конечно же вы если возьмете машину и за три с половиной миллиона затем потом за четыре года вот заплатите за четыре с половиной миллиона ну и будете грубо и работать минус я вам точно говорю все эти 36 месяцев ну зато у вас будет иномарка да сможете ли вы так протянуть я думаю что навряд ли если бы могли так тянуть и я бы брал другие компании но сейчас все склоняюсь в сторону китайской техники почему потому что мы как бы живем сегодняшним днем и что будет завтра никто не знает и наша задача отбить вложенные деньги в лизинговые машины как можно быстрее то есть наша задача отбить вот эти авансовые платежи до при при джаке авансовый платеж 45 тысяч рублей допустим на который мы вложили мы его отобьем примерно за полгода за год дальше у нас идет чистая аренда вот если мы берем какую-то другую иномарку то мы соответствовать на свой платеж мы его просто никогда не отобьем так как у нас машина будет работать практически всегда в минус это уже проверено и большинству людей известно ну безусловно я вас как бы всех не перебежу вы можете думать что хотите и брать машины такие как вы хотите но реально машина джак вам показал на цифрах что на первых а надежная б на экономичные цена зарабатывает деньги до которые хватит вам соответственно на житьей на какие-то хоть запчасти и какую-то хоть оборотную оборотные средства которых создать для своего бизнеса так что ребята вот так вот мы неплохо заработали так скажем на джаке может быть даже эти деньги нам пойдут первоначальный износ на покупке автомобиля но все-таки посмотрим как у нас пойдут дальше дела так спасибо что смотрели спасибо компании джак рус так что ребята если вы еще не надумали обращайтесь просите скидку как говорится от нашего канала я думаю что вам все сделал ну все всем пока